Школу и детский сад в деревне Антик реорганизуют в одно учреждение. Смена правовой формы окруженных организаций позволит оптимизировать использование бюджетных средств. Соответствующий законопроект обсудили на заседании предсессионного комитета собрания депутатов. Всего законодатели намереваются рассмотреть на сессии порядка 30 вопросов. Валентина Чибищек с подробностями. Сегодня в детском саду и школе деревни Антик получают образование 39 детей. 17 – в детском саду, 22 – в начальных и средних классах школы. Слияние двух организаций сократит расходы на содержание зданий и помещений. Помимо этого будет сокращена ставка директора детского сада. Руководителю будет предложена другая должность. По ожидаемым целевым показателям повышение качества реализации образовательных услуг в малых сельских школах, улучшение материально-технического обеспечения, в том числе это обеспечение продуктами и питаниями, методической учебной литературой. Экономия бюджетных отсекнований Нинско-автономного округа за счет сокращения штатной единицы составит 436,3 тысячи рублей. Также на мартовскую сессию вынесен вопрос о поддержке приемных родителей. Им предлагается выплачивать дополнительные средства на образование ребенка в течение 2-3 лет после усыновления. Одобрен комитетом к вынесению на сессию и проект закона об оплате труда работников государственных учреждений. Заработная оплата выплачивается с учетом принципа обеспечения зависимости заработной оплаты каждого работника от государства и качества касания государственных услуг. Часть дополняется абзацом, касающимся того, что показатели критерии эффективности труда работников государственных учреждений Нинско-автономного округа устанавливаются соответствующими органами исполнительной власти Нинско-автономного округа. То есть данная полномочия администрации передали исполнительному органу власти. В целом на сессию будут вынесены порядка 30 вопросов. О том, какие из них будут приняты, жители округа смогут следить в прямом эфире. 3 марта в 10 часов смотрите на телеканале «Север» прямую трансляцию с 21-й сессии собрания депутатов. Валентина Чебичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». 3 марта в 14-мейнистрация. Продолжение следует...